Доброе утро, уважаемые коллеги! Я хотела бы представить клинический случай молодой пациентки, которая до сих пор лечится в 62-й больнице. Это случай распространенного гормонопозитивного рака молочной железы. Это пациентка, которая в 31 год заболела опухолью левой молочной железы, и в госпитале, не в нашей больнице, ей была проведена, выполнена секторальная резекция левой молочной железы. Гистологическая стадия была Т1Н0М0, и иммуногистохимическая, гистологическая, это была дольково-протоковая карцинома, эстрогенопозитивная и прогестерон и ХЕР2-отрицательная. В послеоперационном периоде пациентке проводилась адювантная лучевая терапия в суммарно-очаговой дозе 52 ГРЭЯ. Следующим слайдом будет интерактивный вопрос о дальнейшей тактике адювантного лечения этой пациентки. Да, я так понимаю, что нужно голосовать. Значит, в этом случае какая была бы ваша дальнейшая тактика лечения? Динамическое наблюдение, назначение ингибиторов ароматазы на фоне выключения яичников, назначение тамоксифена или назначение тамоксифена, а затем назначение ингибиторов ароматазы. Можно, пожалуйста, вернуться к презентации. В данном случае этой пациентке в 2006 году не проводилась никакая гормонотерапия в адювантном сценарии. И в 2008 году, спустя 2 года, пациентка уже попала к нам в 62-ю больницу, и её привезли на машине скорой помощи. Её функциональный статус был приближен к КОК-4, она не могла сама ходить. По данным обследования было множественное поражение костей, самостоятельная пациентка не могла передвигаться. Но при этом данных за другое метастатическое поражение других органов на тот момент не было. И стоял вопрос о возможности дальнейшего лечения пациентки, учитывая её кофектичное состояние, её тяжелейшее состояние. И вот следующий интерактивный вопрос. Какова ваша дальнейшая тактика лечения этой пациентки? Спасибо за ваши ответы. На тот момент, учитывая тяжелейшее состояние пациентки, выраженнейший болевой синдром, было принято решение проводить пациентке комбинированную химиотерапию. Ей было проведено 8 курсов химиотерапии с доксорубицином, фторороцилом и циклофосфаном. Уже на втором курсе пациентка стала самостоятельно ходить. К восьмому курсу был полностью купирован болевой синдром. Пациентка в целом, поскольку она была молодая, она хорошо переносила эту химиотерапию, несмотря на комбинированность, несмотря на использование нескольких препаратов. Из осложнений была лапеция, милосупрессия, но она была не настолько выражена, чтобы эти курсы сильно задерживались или послужили отменой какого-то из препаратов. Итак, пациентке было проведено 8 курсов с выраженным положительным эффектом. И встаёт вопрос о дальнейшей тактике лечения этой пациентки. Это, опять же, интерактивный вопрос. Пациентке на тот момент было 33 года. И действительно, в целом, ей был назначен рекомендован приём тамоксифена. Но через 6 месяцев пациентка самостоятельно прекратила принимать этот препарат, сославшись на токсичность. Какую токсичность, было не очень понятно, потому что она самостоятельно приняла это решение, не согласовав его с лечащим врачом и не объяснив причины. И пациентке было рекомендовано и начато гормонотерапией ингибиторами ароматазы на фоне выключения яичников. И гормонотерапия ей проводилась непрерывно с октября 2009 по июль 2014 года. В феврале 2012 пациентке была проведена авария эктомии и продолжен приём ингибиторов ароматазы уже после аварии эктомии. Опять же, пациентка получала непрерывно гормонотерапию в течение 5 лет без признаков прогрессирования. И в июле 2014 года по данному обследованию у пациентки были выявлены метастазы в лёгкие, метастаз в печени, дальнейшее метастатическое поражение костей и метастазы в лимфатические узлы. И стоял вопрос о проведении дальнейшего лечения. И вот третий интерактивный вопрос. Какое лечение может быть рекомендовано пациентке после прогрессирования на гормонотерапии, которую она получала? Это опять же интерактивный вопрос. Это интерактивный вопрос, но как-то он не сработал. Не включился. На тот момент прошло уже более 5 лет после последнего введения антрациклинов. И учитывая молодой возраст пациентки, её сохранное на тот момент состояние, было решено вернуться к антрациклинсодержащей химиотерапии, но при этом добавить таксаны. И пациентке было проведено 6 курсов доцитокселом в сочетании с доксорубицином. И итогом этого лечения была стабилизация процесса. После этого пациентке в течение года проводилась гормонотерапия фазлодексом. И через год пациентка спрогрессировала. Появились новые очаги в лёгких, в печени. Очаги в костях в тот момент находились без динамики. И после этого пациентке было принято решение проводить химиотерапию препарата марибулин, учитывая её прогрессию на предыдущих токсанах и антрациклинах. На фоне лечения после третьего курса был достигнут частичный ответ, но, к сожалению, после 6 курсов отмечался рост метастазов как в лёгких и появление нового очага в печени. И опять же стоял вопрос о дальнейшей смене химиотерапии. Следующей линией, которая была выбрана, это было сочетание капицитабина с бевоцузумабом. И на фоне лечения после четырёх курсов по данным обследованию у пациентки отмечалась отрицательная динамика в виде ростов метастазов печени, но при этом накопление контрастного вещества в этих очагах значительно уменьшилось. В связи с токсичностью на тот момент препарата авастин, бевоцузумаб, которая проявлялась в виде артериальной гипертензии, выраженной у пациентки, было принято решение отменить бевоцузумаб, а к капицитабину добавить венеральбин. И с августа 2016 года пациентке было проведено два следующих курса капицитабин с венеральбином. Но на фоне этого обследования была разнонаправленная динамика, контрольные очаги в печени уменьшились, при этом значительно увеличились неконтрольные очаги в печени, значительно продолжался рост метастазов в костях, а метастазы в лёгких оставались без динамики. И в октябре 2016 года была предпринята очередная попытка смены химиотерапии. Опять же, пациентке на этот момент было всего 40 лет, то есть 10 лет от начала заболевания. И была рекомендована химиотерапия с эсплатином, с гемцитабином. И спустя три месяца, в январе 2017, то есть буквально две недели назад, по данным контрольного обследования, в очередной раз была отмечена положительная динамика на фоне лечения, и пациентке было принято решение продолжить проводимую химиотерапию гемцитабином с эсплатином. Надо отметить, что от начала лечения, то есть от марта 2006 года, на сегодняшний день прошло уже 11 лет. Из них первые два года после лечения радикального пациентка находилась под динамическим наблюдением. В 2008 году её состояние катастрофически ухудшилось на фоне массивного прогрессирования и множественного поражения костей. После этого она находилась на химиотерапии. И буквально с апреля 2009 по июль 2014 года пациентка находилась на гормонотерапии без признаков прогрессирования. Это, конечно, очень здорово, потому что качество жизни пациентки значительно улучшилось, чем если бы ей непрерывно проводилась химиотерапия. Затем пациентке проводилась поочередно химиотерапия, гормонотерапия, смена многочисленных линий химиотерапии. И в настоящий момент пациентка до сих пор получает химиотерапию. Надо отметить, что за последние 10 лет безусловно тактика ведения таких пациенток изменилась. Гораздо больше внимания уделяется одевантной гормонотерапии, одевантной химиотерапии на ранних стадиях рака молочной железы для исключения будущего прогрессирования или рецидива заболевания. У данной пациентки в связи с ее тяжелейшим состоянием клиническим и выраженным болевым синдромом на первом этапе при прогрессировании ее лечение было начато с химиотерапии. Если бы не было этого клинического состояния и болевого синдрома при отсутствии висцеральных метастазов, а единственного поражения костей, конечно, мы бы начали гормонотерапию в первой линии. Но как раз химиотерапию мы начали именно из-за выраженного болевого синдрома. И опять же повторюсь, что на протяжении 5 лет после этого пациентка находилась на непрерывной гормонотерапии без признаков прогрессирования. Спасибо. 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 Спасибо.